А стоило ли спасать Европу? Люди, граждане этих стран ждали Красную Арму, встречали ее как освободительницу. То, что совершил наш народ, этим пользуется весь мир. 26,6 миллиона человек. Это не должно повториться. Дмитрий Викторович, прежде всего, а какие вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, в профессиональном сообществе более всего обсуждаются? Ну, на мой взгляд, это вопрос того, как Гитлер пришел к власти. Была ли какая-то альтернатива его приходу к власти, роль отдельных финансовых и властных группировок в Германии? Или все-таки это следствие волеизъявления? Ну, трижды он получал более 30% на выборах. Затем это вопрос об освободительной миссии Красной Армии. Нужна она была, не нужна, какой ценой? Было ли это освобождение или это вторая оккупация, как сегодня пытаются представить? Ну, и на мой взгляд, такой третий вопрос. Можно ли было избежать холодной войны по завершении Второй мировой? И кто ответственен за то, что началась холодная война? Ну, мы о том, что предшествовало войне, говорили в одной из предыдущих программ. Вот если говорить непосредственно о Великой Отечественной, самый обсуждаемый вопрос, Константин Ильич, помимо того, что прозвучало? В любом случае, понимать, что профессиональные историки, в отличие от дилетантов, в отличие от политиков, конъюнктурщиков, ведут разговоры об истории, опираясь на архивы. И в этом смысле очень важно, что все архивы у нас сейчас практически открыты. У нас количество документов, доля документов, которые остались до сих пор засекреченными, очень невелика. Поэтому здесь простор для работы историков большой. И дискуссии, которые есть, они, конечно, к сожалению, сейчас в большей части ведутся в такой плоскости, я бы сказал, политической, когда нам часто из-за рубежа вбрасывают какие-то совершенно неприемлемые, даже с этической точки зрения, вопросы. Например, стоило ли сдать «Ленинград» или вот тому подобное, которые совершенно, конечно, по самым разным причинам не приемлемы для нас. Игорь Александрович. Я думаю, что какой-то приметой нашего времени сегодня является то, что историки намного чаще, чем раньше, они обращаются к проблемам исторической памяти. И вообще вот эта проблема актуализирована прежде всего тем, что, ну, казалось, в советское время там врут, на Западе мы разоблачим фальсификаторов. Но сейчас намного глубже смотрят на эту проблему, понимая, что историческая память в разных странах, она не может быть одинаковой просто потому, что разное прошлое и разная самоидентификация внутри того или иного общества. И как отражается сочинение историков на состоянии этой общественного сознания по поводу своего собственного исторического прошлого? Связано ли это вообще? Вот такие проблемы, где очень много методологических изысканий, они обязательно входят сейчас в программу любой научной конференции. Ну и, конечно, вот Дмитрий Ивич прав в том смысле, что часть этих вопросов это просто разговор о информационной войне. Это уже не столько разговор о каких-то конкретных вопросах, связанных с историей, собственно, войны, как раньше мы бы сказали. Вот историк изучает историю. Мы уже не изучаем историю просто, мы изучаем ее в связи с современными процессами, в том числе вот с тем, как она презентуется в СМИ, презентуется на уровне общественного сознания. Это такой современный уже подход, современный уровень. В истории очень много политики сегодня, в общем. Да. Отец Александр, а вы как историк, как отвечаете на вопрос? Ну, я к профессиональному сообществу историков уже очень давно не принадлежу, хотя стараюсь следить за литературой. Вот то, что Юрий Александрович сказал, очень интересное на самом деле. Ну вот мы можем даже судить по, скажем, опыту проигравшей страны, Германии, где историческая память и опыт травмы по-разному выстраивался до объединения Германии в ФРГ, вокруг, например, признания вины за Холокост, и в ГДР, вокруг антифашистской борьбы и соответствующей линии СЕПГ. Две Германии, два совершенно разных видения ответственности, вины, травмы. Две памяти. Вот сейчас они интегрировались, они строятся совершенно иначе. Здесь действительно для меня как дилетанта меньшее значение имеют отдельные частные вопросы, которые все равно будут дискутироваться. Некоторые из них становятся в ходе дискуссии более горячими. Первый этап войны, коллаборационизм, блокада жертвы, подсчет жертв, численность жертв. Это все вопросы, каждая по себе важная, но мне лично очень было бы симпатично, если бы дискуссия о войне все же велась аполитично и за пределами любой вовлеченности, любой вовлеченности в научный процесс неспециалистов. То есть как только начинается шельмование, как только начинается называние одними плохими словами, а других другими плохими словами, там, конечно, наука, мне кажется, завершается, и начинаются такие баталии совсем другого свойств. Отец Игорь, я когда обсуждал эту тему, ключевые вопросы Великой Отечественной войны, некоторые мои коллеги сказали, а зачем вообще в этом разбираться? Ну, историки договорятся. Зачем спорить? Насколько это, в принципе, уместно? Или все-таки нужно говорить, нужно спрашивать у историков, и можно спорить? Ну, вы знаете, наверное, спорить я-то здесь вообще, как представитель народа, который следит за тем, что происходит в научном сообществе. И мое, в общем-то, представление, как и, в общем-то, я не хочу сказать большинства, а вообще всего, наверное, населения нашей страны, оно формировалось совершенно в определенном русле, о котором было сказано, что вот мы смотрим на войну вот так-то. И сейчас в информационном пространстве доступно совершенно любое мнение. И нам, конечно, очень больно вот людям пересматривать или слышать, даже не пересматривать, а слышать какие-то совершенно чуждые нам мнения. И поэтому на профессиональное сообщество, на самом деле, мы возлагаем очень большое, скажем так, надежды упования, что именно они оправдают какие-то моменты. Но со священнической стороны я могу сказать, что в свое время, особенно в 90-е годы, приходилось общаться с очень большим пластом ветеранов, которые уходили уже из этой жизни. Пересмотр духовных каких-то своих позиций у них происходил, они вызывали там и священников. И иногда ты слышал какие-то очень интересные, страшные, в общем-то, детали происходящего на войне. И, естественно, мне хочется, скажем так, услышать и утвердиться, что их жертва была не зря. Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь. Не было опыта современной войны. Подступление планировалось, и было осознание, что его не удастся избежать. Катастрофа – это то, что немцы оказались, в конце концов, у вашей столицы. Великая Отечественная война Великая Отечественная война в центре нашего внимания сегодня. Самое обсуждаемое, одна из самых обсуждаемых вопросов, когда мы говорим о Великой Отечественной войне, это первый этап. И почему начало войны было столь катастрофическим для Советского Союза? Часто можно услышать, почему Советский Союз оказался вообще не готов к войне. Дело в том, что Советский Союз готовился. Другое дело, что эта подготовка началась слишком поздно. Так, закон о всеобщей воинской обязанности был принят лишь в сентябре 1939 года. По результатам принятия этого закона мы получили Красную Армию, которая выросла более чем в 2,5 раза. Естественно, что опытных, ну и более-менее обученных, качественно обученных командиров, тем более младшего звена, не было. Дело также и в том, что и в общем состоянии страны все-таки аграрно-индустриальная. Страна подверглась нападению мощно-индустриальной державы. Технические новинки все-таки были в новинку для Красной Армии, и для командиров отдельных танков, и для командующих даже округами. Не было опыта современной войны. Это накладывалось на то, что расформировались уже сложившиеся боевые соединения, прошедшие хотя бы на уровне учений, слаживания. И командиры из них назначались на командование новыми, еще не прошедшими никакого военного обучения соединениями. Ну и плюс, конечно же, общий такой информационный шлейф, вермахт, его победы, легкие, быстрые, плюс еще психологический эффект от бомбардировок, воздушный террор. То есть все то, о чем вы говорите, подтверждает тезис о том, что мы не готовы были к войне, Советский СССР был не готов. Не закончилась подготовка. Она была в состоянии. Юрий Александрович. Ну не совсем так. Мы же, вот ставя вопрос, вот в этой плоскости мы не замечаем, что, допустим, первая битва войны, а это, например, эвакуация, она была невозможна без подготовки. И речь идет не о плане конкретном, куда что эвакуировать, потому что детально разработанного плана эвакуации так и не обнаружено историками, не было его. То есть там во многом все это делалось за счет импровизации. Но сама по себе экономическая подготовка с точки зрения строительства уже заводов-дублеров, то есть перенесения многих военных производств как можно дальше на восток, расширение транспортной сети, с чем были огромные проблемы у России всегда. И другие, отмобилизование, по сути, военной промышленности уже в довоенный период. Потому что рабочие и служащие предприятий этих, они уже оказались, по сути, как призванными в некий трудовой фронт. Много очень мероприятий было проведено. И здесь нельзя говорить, что СССР постигла катастрофа. Катастрофа постигла Польшу за две недели. Катастрофа постигла Францию за месяц. Вот там катастрофа, потому что дело кончилось взятием столицы, крушением государства. А Советский Союз как раз вот благодаря многим мероприятиям до военного времени сумел катастрофу-то избежать. То есть это была не катастрофа, Константин Ильич? Я бы поддержал Юрия Александровича в том плане, что, конечно, если сравнивать с тем, как прошла гитлеровская военная машина по целому ряду европейских стран, мы можем говорить, что Советский Союз сражался успешно по сравнению с тем, что смогли показать другие страны. Но, конечно, враг был очень силен. И, конечно, свою роль сыграли и сталинские репрессии. Мы знаем прекрасно эти цифры, насколько обновился командный состав и приходилось в начале войны. Ну вот самый яркий, всем известный пример Константин Константиновича Рокоссовского и других офицеров, которых освобождали из лагерей уже по ходу войны. Конечно, понимание руководства страны о том, что война неизбежна, но вместе с тем желание ее отсрочить, оттянуть, и при этом, как мы видим, иногда игнорирование вроде бы таких достаточно надежных сведений данных разведки. Поэтому 22 июня большое количество офицеров оказались не в своих частях, а были в отпусках. В общем, целая совокупность факторов. Но главное то, что катастрофы самого страшного на первом этапе войны удалось избежать благодаря подвигу народа. Но вы сказали о понимании неизбежности. А вот какова была реакция государства? Потому что вокруг поведения Сталина в первой неделе очень много мифов. Или историки договорились с этим? Это действительно? Надо определиться с терминами. Вот мы сейчас так активно обсуждаем, катастрофы или не катастрофы. Что мы понимаем под катастрофой? Капитуляции Советского Союза не случилось. И в этом смысле катастрофы не произошла. Вермахт продвигался в первые месяцы войны со скоростью под 200 километров в час. Это тоже факт. Под 200 километров в сутки, извините. И это, конечно, катастрофа. Катастрофа – это гибель самолетов. В аэродромах базирование катастрофы – это большое количество пленных. Катастрофа – это множество военных неудач. Катастрофа – это то, что немцы оказались, в конце концов, у вашей столицы, пройдя много сот километров. Когда мы говорим о катастрофе по типу французской, ну, можно и какие-то другие вспомнить, не произошло. Но! Не произошло, естественно. Но! Мы же имеем дело с фактором внезапности. Назовите хоть одну страну, воевавшую в 20 веке, на которую внезапно напали, и которая, мгновенно отмомилизовавшись, начала бы воевать на территории другого государства. Ну, на Европейском театре военных здесь такой страны мы вряд ли назовем, которые были бы равны по потенциалам. Вот это очень существенно. Другое дело, вот то, о чем стал говорить Константин Ильич, и что, мне кажется, в добавлении к словам Дмитрия Викторовича очень важным. Некая, несомненно для меня, идеологическая зашоренность, то есть игнорирование очевидных импульсов из разведывательного сообщества и из других в пользу собственной предустановленной концепции. Будем считать, что дезинформация идет уже на уровне послов. Вот этот разговор с Шуленбургом, который, изменяя своему правительству, предупреждает о начале войны. Даже если считать это произведение, так сказать, о географическом и спорном, но мы же видим огромное число резолюций, которые выявлены и опубликованы, игнорирующие реальность в пользу идеологии заявления ТАССа 14 июня. Все хорошо, все нормально. Это все хорошо, все нормально, которое принадлежало Сталину, транслировалось на общество. Общество таким же образом считало, что все более или менее хорошо, более или менее нормально. И в этом смысле поведение Сталина в первые 10 дней войны нет смысла обсуждать. Ну что, спрятался он или не спрятался? Какое это имеет значение? Он продолжал управлять страной? Есть журнал приемов. Прием ведется? Ведется. Игнорирование реальности – это главное, а вот спрятался или не спрятался – не столь важно. Согласен? Мне в данном случае непонятно, что мы имеем в виду под реальностью. Потому что понятно, что то, что знают историки или граждане даже нашей страны спустя 80 лет, благодаря тому, что мы все больше и больше историки выкладывают, предлагают, и художественную литературу, и кино снимают. Это совсем не тот мир, каким он казался Сталину через окно своего кабинета. Надо же понимать, что там ситуация могла выглядеть совершенно по-разному. Но в качестве одного из примеров, который почему-то мало кто знает, вот Министерство обороны действительно выкладывает, Константин Ильич сказал, массу ведь документов рассекречивать, массу, и у общества нет даже сил как-то это освоить. Один из документов – это тщательно разработанный, уже на местности спланированный, только не успели люди с лопатами выйти. Это весной, в апреле, в мае 41-го года спланировано строительство оборонительного рубежа от Осташкова на озере Селигер, дальше до Ржева, и дальше еще на юг, туда, в сторону почепа. Это же документ, который свидетельствует о том, что в генеральном штабе Красной Армии, в наркомате обороны, вовсе не было вот этих шапкозакидайских настроений, которые якобы были присущи нашей армии. И у Сталина не было шапкозакидайских. И у Сталина тоже. Какую реальность представлял себе Сталин? Как далеко придется отступить? Но то, что отступление планировалось, и было осознание, что его не удастся избежать, это, мне кажется, доказанный факт. А вот эта история про то, что Сталин спрятался? Это миф, но чистая вода, да. Мы берем журнал посещений, мы берем воспоминания послевоенные уже с большим зазором. Такой зазорец. Понимаете, мы... Нет, ну просто огромное количество людей читает книги про то, что якобы... Мы, может быть, вот с точки зрения сегодняшнего зрителя переносим законы современного такого информационного общества на 41-й год. Когда сегодня руководителя страны несколько дней не видно на экране телевизора, сразу начинаются, кстати, разговоры о беспокойности возникают в обществе. А тогда, так сказать, что он до начала войны часто появлялся в таком общественном медийном пространстве. Он работал, принимались решения, был создан Государственный комитет обороны. И, в общем, право коллеги, это видно по документам. Работал. Отец Игорь. Речь в Андреевском зале Кремля при выпуске курсантов военного училища. Тоже, где он обращается и говорит, Сталин говорит о том, что, в общем-то, именно вы сможете защитить и спасти будущее, в общем-то, страны. Или там дезинформация, которая была дана в мае, если я не ошибаюсь, в прессе, что наша страна обрела мощь и готова дать отпор. В тот момент, когда Гитлер формировал около границы СССР, скажем так, большое войско. Но это же все, в общем-то, было. Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь. Если вы их не покараете, то тогда и бога нет. Позволить гитлеровцам накопить силы и свернуться обратно. Это не только спасение Европы, это спасение, в том числе, и своих граждан. Вы простите, я должен занимать позицию гражданина своей страны. О ключевых вопросах Великой Отечественной войны говорим сегодня. Мы до сих пор не можем точно ответить на вопрос о количестве погибших. Почему? Ну, во-первых, начнем с того, что многие данные, тем более приграничных военных округов, по призыву нам недоступны в силу естественных причин. Там бомбежки, там военное время и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, то, что у нас эвакуировалось, требует... Это огромный массив, огромнейшая картотека, над которой надо работать достаточно крупному коллективу и не один десяток лет. Это, в принципе, возможно установить или нет? Несмотря на каких потерь речь идет, если речь идет о потерях за всю войну, то эти потери установлены просто демографами благодаря тому, что они сопоставили переписи населения до военной 37-39 годов и послевоенной 59-го года. Но они делали уже неоднократные колоссальные скачки. Сначала 20 миллионов, а потом 27 миллионов. Плюс-минус 7 миллионов это не демографически, статистическая погрешность. Это комиссия, которая работала уже вне цензурных ограничений. Но вы правы, что в советское время не считалось возможным знакомить общество с подлинными цифрами. А мы можем сейчас, вот вы как профессиональные, признанные историки, вы можете какую-то цифру назвать? Сколько человек поделал? Цифры, которые получены вот этой комиссией Госстата на рубеже 80-90-х годов. Она получена именно методами демографической статистики. И она написана у нас во всех книжках. 26,6 миллиона человек. Это прямые потери. Понятно, что можно добавить косвенные потери в честь неродившихся детей после войны или умерших людей от ран, то есть тоже от последствий войны добавить сюда. Но прямые потери, вот она, эта цифра. Понятно, что она не может быть посчитана до одного человека. И есть все свои трудности с тем, чтобы считать, что с этой цифрой не нужно дальше продолжать работать, раскладывая ее на составные части. Но лучшего способа подсчета просто нет. И мы доверяем... Почти 27 миллионов человек. А почему невозможно уточнить точную цифру, с которой бы все согласились? Ну, к тому, что сказали коллеги, я бы добавил вопрос о потерях среди мирных жителей. Потому что, если гипотетически, если, за исключением тех случаев, когда полностью утрачены документы призыва, документы военных органов управления, мы можем говорить все-таки о потерях в рядах вооруженных сил, то потери среди мирных жителей, когда людей уничтожали целыми населенными пунктами, иногда целые деревни сжигали, вот здесь очень большие разночтения, которые, я боюсь, мы с большей степенью приближенности, чем сейчас, не установим никогда. То есть, в этой дискуссии поставлена точка, так получается? Я не знаю, я не демограф и не социолог, и у меня нет доступа к методикам, которые применяются, я только на полях задам вопрос, я задам вопрос, но ведь и Германия тоже воевала, и там сходные процессы происходили, почему вопрос определения численности германских потерь значительно легче решается? Тоже архивы, тоже эвакуация, тоже целые населенные пункты гибли, почему так? Наоборот. Как раз наоборот. Вопрос немецких потерь решается так же сложно, и они только военнослужащих не могут установить судьбу, примерно полутора миллионов человек. У них в 60-е годы была теория, что этих людей всех уморили в сталинских лагерях. есть каноническая цифра сейчас? У них есть каноническая цифра, но внимание, это та же самая трудность, что и для Советского Союза. Поскольку есть границы рейха в 37-м году, и есть понимание, сколько людей проживало в рейхе в 37-м году, дальше есть понимание, сколько они получили путем присоединения Австрии. Мы же тоже говорим о Советском Союзе. А мы говорим о Советском Союзе. К сожалению, вот эта трудность, неустранимая в подсчетах, она связана с тем, что неизвестно точно, сколько людей было присоединено к Советскому Союзу в результате западной Украины и западной Белоруссии. Она называется, она расчетная, она не опирается на данные переписи населения. И поэтому все дальнейшие выкладки статистические, они отталкиваются от некой цифры, которая определена, но с определенной долей погрешности. Дальше эмиграция. Эмиграция несколько миллионов человек, а только астарбайтеров было 5 миллионов. они были изгнаны, угнаны или убежали вместе с нацистами, сколько-то тысяч, были во время войны за пределами нашей Родины. После возвращения посчитать, сколько же людей не вернулось в страну, но остались живы. Они для нас тоже, это убыль населения, но включать их просто так в число погибших, вот эти трудности очень сложно. И вот что получается, одни говорят о том, что это не столь важно. Пусть историки спорят дальше, но погибли десятки миллионов, это национальная трагедия, главная трагедия в истории, не просто наша страна, а в мировой истории. Другие говорят о том, что раз мы уж говорим, вспомним каждого поименно, то давайте точно установим, кто погиб, где правда. правда, как всегда посередине, в общем-то, потому что установить действительно мы всех не сможем, здесь были приведены все те доводы, которые, они просто неразрешимы, вот просто даже те, кто остался на чужбине, считать, как убыль населения, потому что потом он жил и работал где-нибудь там во Франции, в Аргентине и там подобное, и работал на экономику в общем-то другой страны, или все-таки он как и остался живым. Все для церкви очень важен, наверное, все-таки не статистический момент, а действительно такой личностный, вот лично каждый человек. И мы когда, в общем-то, молимся о войнах, мы, естественно, поименно называем тех, кто погиб. И для нас это важно. Для нас это важно, действительно, вот лично каждый человек, лично каждый герой, или, может быть, даже трус, это совершенно уже дело второе. Но лично каждый. Тогда возникает вопрос, который всплывает в обществе вновь и вновь. Нередко можно прочитать «Мы спасли Европу, мы спасли мир, залив своей кровью». Тоже Европа. Почему так много? Вот смотрите. Ну, во-первых, начнем с того, что, а стоило ли спасать Европу. Такой вопрос тоже сейчас часто поднимается. И здесь надо понимать, что это не только спасение Европы, это спасение, в том числе, и своих граждан, которые томились в концлагерях на территории этой Европы. Это освобождение своих же астарбайтеров. Далее. Почему такой ценой? А потому что не было ковровых бомбардировок. Потому что не было массового использования артиллерии в каких-то древних, представляющих культурную ценность городов. Закидать бомбами, сравнять с чистым полем, ну, в принципе, то, что сделали с Дрезденом, ну, можно, да, это очень просто. Не считаясь мирными жертвами, а это не военное преступление. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас встает вопрос о националистическом подполье, которое было, и поэтому потери Красной Армии в Польше одни из самых крупных среди всех освобожденных стран. Наконец, у нас встает много других вопросов, но в первую очередь освободительная миссия Красной Армии была освобождением, а не оккупацией, как это нам сейчас пытаются сказать. И здесь все очень просто. Мы берем термины и берем, сопоставляем. Как бы ни называли наши военные администрации тогда себя как оккупационные, в нынешнем историческом, в нынешней исторической терминологии оккупация это процесс занятия чужой территорией, вообще занятия с понижением уровня прав местного населения и предоставлением привилегированных прав тем, кто ее занял. Вот такого Советский Союз не делал точно. А почему так много жертв Константин Я считаю, что, конечно, так говорить невозможно. Залили кровью Европы. оскорбление даже памяти тех людей, которые погибли. Еще раз утверждается, часто об этом пишут в интернете, что залили своей кровью. Я об этом и говорю, что это оскорбление памяти тех, кто погиб за освобождение Европы. Но а что нужно было сделать? Остановиться на старой границе Советского Союза, позволить гитлеровцам накопить силы и вернуться обратно. Выходили документы по постановлению Государственного комитета обороны при переходе границы каждой из освобождаемых стран. И там прямым текстом говорилось, какой целью Красная Армия вступает на территорию этой страны. Не с целью занять ее территорию, а с целью завершить разгром нацистской Германии. Определялись принципы действий на этой территории. Местных порядков не ломать, религиозной жизни не препятствовать, местные органы власти не подменять, советских порядков не вводить. Это все написано в документах. Люди граждане этих стран ждали Красную Армию, встречали ее как освободительницу, причем встречали даже в таких странах, которые воевали против Советского Союза, например, Румыния. Ждали, конечно, солдат Красной Армии с большой осторожностью. В общем, прекрасно понимали, что творили румыны на юге нашей страны. Но видим, как буквально за недели, видя, как деликатно действует Красная Армия на румынской территории, граждане стали выходить и с хлебом с солью встречать. Даже старались, есть воспоминания, даже старались, проходя по виноградникам, не затоптать их, не сломать виноградники. Или вот Польша. При вхождении Красной Армии на территорию Польши был изнан приказ, запрещающий передвижение танков и другой тяжелой техники по асфальтированным дорогам. Понимаете? Для того, чтобы не нанести ущерб хозяйственной деятельности страны в будущем. Абсолютно право, Дмитрий Викторович, когда говорит о том, что не только ковровых бомбардировок не было, а еще очень аккуратно и бережно старались действовать, к сожалению, приходилось за это платить своими жизнями. Юрий Александрович, два слова буквально добавлю. Но мне кажется, вы ошибаетесь изначально, потому что на территории освобождаемых Красной Армии стран, на территории Германии самой погиб ведь только примерно каждый десятый воин Красной Армии из общей убыли. Основные же потери, основные жертвы Красной Армии приносила в 41-м, 42-м, 43-м году под Курском, например, это же была страшная по интенсивности и количеству погибших с обоих сторон людей битва. Ну и в плену, и дальше мы обязательно добавляем около 3-х миллионов красноармейцев, кто погиб, будучи убит немцами захваченным в плен. а если мы в Европе и завалили, как иногда, но не хочется даже произносить, потому что это оскорбительно все звучит, то тут лучше говорить о в несколько раз превосходстве Красной Армии в артиллерии, в несколько раз превосходстве в танках и в боевой авиации на фронте. В танках преимущество в наших операциях, скажем, в Веслодорской, было в 7-9 раз, в танках и артиллерии. Вот чем Красная Армия взяла, так сказать, разгромила, довершила разгром гитлеровских агрессоров. А вовсе это не надо изображать так, что освобождая или при взятии Берлина. При взятии Берлина погибло 4 человека в берлинской операции. Из каждых 100, кто участвовал в ней, 4% всего погибло солдат. И наше командование научилось воевать так, чтобы решать задачи с минимальными потерями, допустимыми при проведении операций. Ну, а понятно, что о смысле уже сказано, это была битва ведь не просто ради спасения нашей страны, а речь шла о том, чтобы пресечь вообще фашистский проект. А спасение мира. Конечно, и если бы эта война закончилась как-то иначе, а не наказанием преступников, то мы вообще бы говорили о потрясении основ. Я недавно читал документы по-моему, ваше же российское историческое общество об освобождении одного из концлагерей, выложенные у вас. И там один из узников, прошедших фашистский концлагерь, он напутствует наших солдат. Он говорит, если вы их не покараете, то тогда и бога нет. Понимаете, вот восстановить справедливость какую-то, восстановить иерархию добра и зла в мире можно было только дойдя до Берлина и устроив военный трибунал над теми, кто развязал эту бойню и организовал убийство людей. А ты за Александром? Ну, вот во всей этой дискуссии только один аргумент не был почему-то высказан. Мы не Индию занимали, мы занимали страны, где находились немцы. Мы находились с немцами в состоянии войны. И совершенно естественным образом мы эти страны занимали в порядке войны с нацистской Германией. И другого способа перескакивать через государство или миновать их каким-то образом просто не существовало. Я обращу вот мой дед воевал в Румынии. Как всякий фронтовик, он не любил фронтовые рассказы, но тем не менее он всегда говорил о жесточайших запретах знакомиться со всякого рода любвеобильными румынскими девушками и воровать виноград. Это было жестко. С позиции сегодняшнего дня мне, например, как раз не нравится посыл не ехать танками по асфальтированным дорогам Польши, потому что если бы это позволило сберечь 10, 20, 30 тысяч солдат, да пусть бы разгромили все эти дороги, все это и Польши, какая разница. Именно этим руководствовались на самом деле при принятии, например, решения о ковровых бомбардировках. Но я против такого переноса. Мы были с Дмитрием Викторовичем не так давно на одном круглом столе, где молодой израильский историк выдвинул претензию. Вы не ставили военной задачей освобождения Освенцима, а это должно было быть для вас важной военной задачей. Я задаю себе вопрос вновь и вновь. А если бы мой дед в рамках поставленной верховным главнокомандованием военной задачи освободить Освенцима на 10 дней раньше не вернулся с войны, а он вернулся, я бы хотел этого Освенцима освобожденного на 10 дней раньше. Вы простите, я должен занимать позицию гражданина своей страны и человека, который любит своего деда. Красная армия освободила Освенцима и не надо думать, будто мы должны были в первую очередь освобождать Освенцима, а потом брать Берлин. Мы должны были уничтожить немцев и в порядке освобождения Европы от немцев мы должны были решать все прочие задачи. Продолжим. После короткой паузы никуда не уходите. Великая Отечественная война в центре нашего внимания сегодня. Еще одна тема, которая вызывает горячие дискуссии, которая связана с политикой. Но вот если убрать политическую шелуху, роль союзников открытия второго фронта. Вот каковы оценки на данный момент? Смотрите, у нас второй фронт традиционно считается фронтом во Франции. При этом как-то остаются в тени усилия союзников на Североафриканском театре, в Атлантике, на Тихом океане. Те же самые конвои. Это были весьма значимые для войск, для экономики этих государств военные действия. Что же касается высадки во Франции, там, с севера, оверлорд, с юга, драгун или Энвилл. Понимаете, эти операции, которые длились всего один год, и против не самых важных, не самых крепких немецких формирований, и в том числе формирований из коллаборантов, безусловно, нельзя сравнивать с тем, что разворачивалось на Советско-германском фронте. Другое дело, что надо помнить также и о том, что союзники пытались остановить Красную Армию в границах Советского Союза. Дискутировался вопрос о высадке или на севере Франции, как это предлагал Франклин Рузвельт, или на Балканах, как предлагал Уинстон Черчилль. Был также план быстрого занятия севера германских земель и быстрого десанта на Берлин в случае, если вдруг германская военная машина прекратит свое существование. Если Красная Армия ее добьет на своем участке фронта, не доходя до границ Германии, то наши союзники были готовы перехватить победу и первыми войти в Берлин. Вот это тоже надо помнить. Какова была мотивация союзников? Это очень многоаспектный вопрос. Есть очень много конспирологических теорий вокруг этого. Потому что как только мы введем в разговор тему относительно соперничества Великобритании и США, это же тоже отдельная внутренняя проблема. Это кажется так, что Англия и США это одно и то же. Два брата-близнеца в таких упрощенных конструкциях. Но там же свои были проблемы связанные именно с пониманием, что Вторая мировая война она приведет к перестройке и к перекраиванию всей карты мира. А соответственно претензии США допустим на глобальное доминирование в послевоенном мире они должны будут войти в противоречие с существованием Британской империи как таковой. Мы же когда смотрим исключительно из Кремля как бы из Москвы на эти события мы тех трудностей и противоречий просто не можем не учитывать и не ощущаем. Но для характеристики вот этого реального вклада союзников или как мы их вспоминаем ну конечно в первую очередь хочется сказать что 75% всех воинских соединений формирования Третьего Рейха были разгромлены в боях с Красной Армией причем вот эта четверть которая остается на долю англоамериканцев она же тоже неравномерно по всей войне должна быть распределена потому что группировка немецких войск на Западе она как она постоянно усиливалась именно к концу войны а примерно три года войны 41-й 42-й 43-й англичане и американцы допустили или сделали так что или оставили нас одних по сути один на один со всей совокупной мощью Германии и ее союзников поэтому наш вклад еще больше получается что у нас есть аргументы что действительно союзники которые действительно нам помогли есть такие же аргументы что ну союзники но вот все таки есть вопросы я бы здесь сослался на Сталин незадолго до Ялты в беседе по-моему с Теддером он говорил о том что это позиция прагматичная отчасти эгоистическая и оттого разумная что если вы позволите чтобы враг разделался с нами то потом вы с ним останетесь один на один он примется потом за вас в общем если говорить в самом широком смысле о мотивации то это и стало объединиться конечно как они могли друг другу доверять если в головах у всех было вот это противостояние двух систем как мы могли рассчитывать ввести какие-то дела в долгую с империалистическими сторонами но при этом холодная война была неизбежна но при этом удалось договориться в Ялте вот в чем великое значение Ялта ялтинских договоренностей то что при всех вот этих базовых противоречиях лидеры стран смогли встать над ними и выработать такую систему послевоенного мироустройства которая худобенно просуществовала больше 70 лет и обеспечила человечеству в течение практически всего всей второй половины 20 века такое более-менее спокойное развитие поэтому отношения конечно были союзническими не надо недооценивать вклад союзников но и не надо придавать ему какого-то решающего значения чисто обывательское представление о союзнической помощи мы за тех кто побеждает такое ощущение что в общем-то ждали смотрели кто что и вышли в общем-то на помощь но с другой стороны я бы тоже сослался на Сталина вы говорили о Ялтинской конференции а я бы о Тегеранской сказал все-таки если мы возьмем многотомно изданное еще в советское время переписку Сталина с руководителями Англии и Соединенных Штатов вопрос об открытии второго фронта ставился постоянно на Тегеранской конференции он был одним из самых основных из чего можно легко заключить что нам второй фронт был нужен сказать что он нам не нужен безразличен нельзя просто исходя из позиции руководства Советского Союза который все время этот вопрос ставил и поэтому мне кажется такой просто христианский взгляд на ситуацию он ясен мы отдаем себе отчет в политическом измерении этой проблемы и в интересах этих государств которые с нашим интересом тогда могли совпадать могли не совпадать но мы благодарны и за ту помощь которая оказывалась тоже даже даже в Ялте ставился вопрос продолжали обсуждать вопрос переброски их дивизий новых на западный фронт того чтобы когда мы говорим о горячих вопросах всегда возникает одна и та же дискуссия одни говорят о том что это победа одержана под руководством верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина точка другие утверждают что победа одержана народом ценой в десятки миллионов жизней и во многом вопреки политике Сталина этот вопрос уместен и есть ли на него ответ знаете оба эти ответа они не противоречат полностью друг другу невозможно спорить с тем что победа в войне была одержана под руководством Сталина Сталин действительно в ежедневном режиме осуществлял руководство страной руководство ставкой верховного главнокомандования ни одно крупное военное решение не принималось без Сталина вместе с тем правомерно ли говорить о том что Сталин выиграл войну на мой взгляд совершенно не правомерно об этом сам Сталин говорил войну выиграл народ вот и все а страной верно и то и то и то суждение так получается Илья Александрович ну конечно вот вы вбрасываете в такой постановке достаточно примитивно я задаю вопросы которые обсуждаются в обществе уже я не знаю мне кажется вот они когда-то обсуждались вот это вот вопреки но сегодня же понятно совершенно что нельзя представить дело таким образом что вот мы сейчас заменим как это делалось в начале 90-х даже до смешного же доходило вот если бы в СССР был хороший демократический избранный президент и парламентская республика то вообще никаких бы проблем никакой бы не было а во всем виновата вот сталинская диктатура и отсюда все беды нашей страны но это же о карикатуривании истории как раз против этого мы и возражаем и Константин Ильич абсолютно прав то есть Сталин как руководитель он конечно несет ответственность за все провалы поражения и он эту ответственность брал на себя он ее то есть верно и первое и второе ну я вот мне вот это вот вопреки понимаете оно мне никак не близко что значит вопреки я не понимаю Дмитрий Ильич вообще мы вспомним то что это была тотальная война все общество и советское и немецкое работало на войну работало на победу своих стран вот как можно сказать что кто-то победил вопреки Сталину если Сталин подписал постановление ГКО об эвакуации такого-то завода туда-то и развертывание они действовали в рамках одной цели это во-первых во-вторых когда мы начинаем переносить ответственность да конечно же верховный главнокомандующий несет ответственность но не надо его абсолютизировать надо видеть роль и других командующих да конечно же он несет ответственность за ряд котлов Великой Отечественной войны но в то же время он несет ответственность и за победу наряду с другими творцами этой победы первым отец Игорь отец Александр ваши итоги ну итоги мне кажется у нас очень хорошие итоги у нас великолепные мы победители мы победили войну и в общем-то ничего другого мы конечно бы и не хотели да действительно ценой многих-многих жертв нашего народа то что совершил наш народ этим пользуется весь мир и я хотел бы выразить благодарность нашему народу я бы хотел бы выразить благодарность всем тем погибшим и оставшимся в живых и пережившим и участвовавших и в тылу и на фронте всем тем кто скажу такое наверное слово банально но кто ковал эту победу и действительно все получилось отец Александр не мы эту войну начали мы ее завершили завершили победно завершили в Берлине создав возможность на десятилетия мира в Европе все существование после военного Советского Союза Советского Союза управляющегося фронтовиками это существование под идеей это не должно повториться вот это антивоенное видение советского руководства при всех событиях холодной военной сползании к угрозе войны горячей и так далее было чувством фронтовика который знает что война это ужасно что война это чудовищно и что войны необходимо избегать о том что происходило после о послевоенном мире мы поговорим в одном из следующих выпусков нашей программы до свидания Продолжение следует...